Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ В эфирной студии улыбается Роман Шахов, сияет Лиза Калинина и, конечно, наша замечательная гостья появилась. Друзья, мы хотим с радостью представить. У нас сегодня в студии находится кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, Лидия Малыгина. Лидия, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что вы пришли к нам вновь. У нас такая актуальная тема, как, наверное, никогда. Впереди чемпионат мира по футболу. К нам приедут гости из разных стран, их будет много. И мы решили поговорить на такую тему, будем говорить о межкультурной коммуникации. Какой вот образ, в первую очередь, складывается у иностранцев, нас, русских граждан, москвичей и не только. Это очень интересная возможность увидеть себя со стороны и понять, а что шокирует иностранцев в нашем речевом поведении. А что-то шокирует, да? Конечно. И в речевом поведении, и в нашем невербальном поведении. А поезд они в Москву, в Саранск, в Нижний Новгород, сколько разных городов. Конечно. И во второй очереди еще возможность и увидеть, какие существуют лакуны. Это такие, знаете, белые пятна или, если хотите, черные дыры на карте языка и культура. То есть что, например, людям кажется совершенно нормальным, а нам удивительным. Вот, например, мои китайские студенты дарят мне четное количество цветов. Для нас в России это ужасно. Мы привыкли, что четное количество вообще на похороны дарят. А в Китае, например, такой разницы нет. Они очень удивляются, что мы так трепетно к этому относимся и розочки пересчитываем. Но в то же время оскорбить китайца очень легко. Достаточно его пригласить в кафе, в названии которого будет фигурировать четверка. Ну, какая-нибудь квартира 44. Для них четверка и вообще 44 – символика смерти. Они не скажут вам прямо об этом, но обязательно обидятся. Или какие-то другие бывают нюансы. Например, в Японии отсутствие отказа. Вам никогда не скажут «нет». Возможно, партнер деловой, японец скажет «мне нужно посоветоваться с женой». И вот если вы услышали эту формулировку, обратите внимание, перед вами не сторонник такого женского равноправия, а это и есть вежливый отказ. Это и есть «нет». Нужно тут же предложить другой вариант. Или вы назначаете место для встречи, говорите «давайте, может быть, в Воробьевы горы посмотрим». Или «встретимся в ресторане в 7 часов». В ответ вы опять не слышите «нет». Но начинается какое-то такое, знаете, ну, не знаю, в общем, какие-то междометия, сомнения. Вот если он мнется, тут же предлагаем другой вариант. А если его все устраивает, он тут же говорит «да». Ну, он так вам понять, что, конечно, с удовольствием с вами увидится. В то же время, например, для японцев совершенно немыслим вопрос, который постоянно звучит у нас в общественном транспорте. Вы выходите? Вот для японца это вторжение в его личное пространство, да, какая вам разница, выхожу я или нет. Это мое дело, да. То есть в случае с японцем нужно просто дать так ненавязчиво понять, что вы испытываете какой-то такой дискомфорт. И он тоже начнет в этот момент испытывать дискомфорт. А как это сделать? Русскому человеку очень сложно, как это сделать, понять, потому что мы вообще привыкли в транспорте и к определенной тесноте, что для иностранцев вообще удивительно. К максимальной тесноте, я бы сказал. Да, они говорят, мы не понимаем, как вы можете так вторгаться в границы другого человека, в личный, да, и так впускать в свои собственные. Но русский человек, вот на это обращают внимание иностранцы, очень комфортно себя чувствуют. То есть он в толпе, да, выбора особо нет, и поэтому он в толпе умеет очень так хаотично передвигаться, перемещаться. И даже жестикулировать. Мы очень пластичны, да. Да, вот на эту черту обращают внимание иностранцы. Что еще я заметила, когда общалась со своими студентами-иностранцами в Московском университете, на что они обратили внимание, что их шокировало. И в то же время я провела еще исследование, я спросила своих учеников, слушателей дистанционного курса ликвидации безграмотности 100 уроков, наших соотечественников, которые живут за рубежом. Уже много лет, кто-то 10, кто-то даже 20 лет живет. Я спросила, а что вас шокировало, когда вы оказались в другой среде? Потому что все знают, что есть культурный шок, да, еще в 1960 году это понятие было введено, когда мы сталкиваемся с какими-то реалиями чужого быта, да, и мы не знаем, как реагировать. А есть ведь еще коммуникативный шок, когда речевое поведение непривычное для вас, да, и вы просто теряетесь и не знаете, как реагировать. Я спросила, что вас шокировало, мои дорогие соотечественники, и вас, мои дорогие иностранцы, что шокировало, когда вы здесь, в России, видите? Вот такой был перекрестный опрос, и как раз хочу поделиться с вами результатами. Так, интересно. Ну, во-первых, улыбка. Вот это очень интересная тема, потому что в России улыбка имеет совершенно другое значение. Не такое значение, как она имеет в японской культуре, и совершенно не такое значение она имеет в американской культуре. Расскажите подробнее, Лидия. Вот, например, вы знаете, у русских постоянная улыбка называется как? Дежурной. А, дежурной? Дежурной. И у нас не одобряется постоянная улыбка, у нас вообще не принято улыбаться незнакомым людям. Просто так? Да, потому что в России для русского человека улыбка – это сигнал личного расположения, да, и улыбка не должна быть без причины. И посмотрите, даже мы в пословицах, поговорках найдем очень много, да, признак дурачина, и смех, и грех. То есть такое очень осторожное отношение к улыбке. Иностранцы обращают внимание, что в быту русский не улыбчивый. Дорогие друзья. Сравните с японцами. Я расскажу вам, как там. Поверьте, вы будете шокированы. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Дорогие друзья, мы вновь с вами в студии Лиза Каленина и Роман Шахов. Говорим сегодня об образе русского человека у иностранцев, говорим о стилистике языка. Напомню, у нас в гостях сегодня Лидия Малыгина, еще что важно, научный руководитель системы дистанционного обучения ликбез.орг, ну и преподаватель факультета журналистики. Мы ликвидируем безграмотность, друзья, возможную безграмотность при общении с иностранцами, которые к нам приедут на чемпионат мира по футболу. То есть, что улыбка это знак такой разный в странах. В разных культурах она воспринимается совершенно по-разному. Восприятие другое, да. Русские не улыбчивы в быту. Вот смотрите, в Японии что меня, например, поразило совершенно? Торговый центр, точно такой же, каких много и у нас, да? Экскалатор, около экскалатора стоит девушка. Она улыбается каждому человеку, который вступает на этот экскалатор. Добровольно? Это ее работа. Она улыбается и кланяется. Две с половиной тысячи раз в день. Это признак вот такого гостеприимства. Ну и все спины у нее хорошие, конечно. В то же время, посмотрите, на Востоке мы не должны принимать эту улыбку так же, как у себя дома. То есть, у нас это знак личного расположения, как я уже говорила. А теперь давайте посмотрим. Ведь на Востоке рассказ о горе, постигшем человека, может сопровождаться улыбкой. Для нас это будет дикостью совершенно, да? Мать, потерявшая сына, рассказывает о том, что произошло, и улыбается. Но там другая культура. Вот она как раз эта лакуна, да? Вот это несовпадение, которое мы видим, да, когда начинаем общаться. Считается, что мы не должны своим горем расстроить другого человека. И, кстати говоря... Испортите ему устроение. Конечно. Между прочим, и в культуре адыгов вот этот же феномен отличается, да? То есть муж во время похорон жены будет улыбаться, да? Или, например, в китайской культуре тоже совершенно особое отношение к улыбке. Они считают, что это средство маскировки реальных каких-то опасных замыслов. И коварного человека называют в Китае улыбающийся тигр. Лидия, скажите, пожалуйста, то есть какой мы можем из этого сделать вывод? То есть наша страна, когда будет принимать гостей, должны, ну мало того, подготовиться, хорошо бы. Не то, что должны, но знать какие-то нюансы, например. А если даже чего-то не знают, ну как минимум не обижаться на представителей другой культуры. Да, использовать эту замечательную возможность для расширения своего собственного кругозора. И это с одной стороны, да? То есть увидеть, какие бывают совершенно потрясающие культурные отличия. А второй момент, нам нужно обязательно такую, в общем-то, самоконтроль включить и обращать внимание, как нас воспринимают, да? На что обращают внимание наши иностранные гости, да? И, может быть, они подскажут что-то такое, чего мы сами о себе и знать не знали, думать не думали. Для того, чтобы понять их подсказки, необходимо знать, конечно, английский язык в идеале. Конечно. Все говорят, что очень угрюмая русская нация и негостеприимная в том плане, что москвичи особенно не подскажут, куда пройти, куда спешат вечно. Но, может быть, это в отличие мегаполиса. Да. Конечно, нужно стараться, в общем-то, произвести хорошее впечатление. Но я бы еще хотела вам рассказать о том, что бывает так, поскольку я филолог, да, и говорю о языке, что картина мира у представителей разных народов совершенно разная. Вот смотрите, даже приведу пример слова «ревновать», «ревность», «от изменяет» или «она изменяет» есть во всех языках, но наполнение, содержание будет совершенно различным. И для нас может совершенно дикостью показаться вот обряд, даже не обряд, а традиция, которая есть в Гренландии. Там есть так называемый ритуал лампы, да, когда гостеприимный хозяин в какой-то момент после застолья выключает свет во всех комнатах своего дома. Это означает, что он приглашает своего гостя к любовным утехам со своей женой. То есть для нас это дикость, а там это культурная традиция. В то же время в некоторых культурах факт измены, да, это, скажем так, такой, может быть, женщина дала напиться воды постороннему мужчине. И это уже будет восприниматься. Посмотрите, какие, да, полярные совершенно ситуации. Но картина мира другая. Слова, обозначающие, да, измену, ревность, да, или «он ревнует», «она изменяет» или что-то еще, одни и те же, а совершенно разное наполнение. То есть мы настолько отличаемся, да, и в этом и красота, и прелесть есть, и в то же время есть на что обратить внимание. Вот что говорят иностранцы о нас? Первое. Мы на самом деле очень плохо чувствуем дистанцию, да, мы часто вторгаемся в личные пространства. Особенно японские, получается, гости, правда? Они тоже страдают вот от этого. Второй момент. Любовь к самопрезентации. То есть считается, что русские обязательно воспользуются моментом блеснуть эрудиции в разговоре. Последнее слово тоже должно остаться за ним. То есть вот эта наша любовь все-таки себя немножечко так презентовать, она есть. Хотя тоже вот загадочная русская душа в чем проявляется? Что, с одной стороны, мы по своему отношению, вот знаете, бывают вот нации склонны к индивидуализму, да, а бывают к коллективизму. Мы все-таки больше склонны к восточной такой культуре и к коллективизму. У нас в языке проявляется вот это вот размывание ответственности. У нас очень много безличных, неопределенно личных предложений, да, сравним с английским языком. Там, например, я очень часто используюсь. А у нас, например, представляется целесообразным, или стоит заметить, ну, что-то такое, да, или там... Ну, понятно. Нет слов, да, вот понимаете, мы как бы немножечко размываем ответственность. Сейчас многие чиновники прибавили громкость «Страна ФМ», да, потому что это как бы их фраза. А чемпионат агредиот, понимаешь? Друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ», то ли еще будет. У нас Лидия Малыгина в гостях, значит, будет интересно. Друзья, еще раз приветствуем вас в нашей студии. Телерадиоканал «Страна ФМ» Лиза Калинина, Роман Шахов. В гостях у нас сегодня кандидат филологических наук Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. И мы сегодня говорим о том образе, который мы создаем у иностранцев. Впереди чемпионат мира по футболу. Мы ждем много гостей, но вот эта вот межкультурная коммуникация, коммуникативный шок, который случается при общении двух незнакомых людей из разных стран, вот как его избежать сегодня об этом? Разных культур. Разных культур, да, об этом сегодня говорим. Да, вот у меня группа есть в ВКонтакте «Ликвидация безграмотности» с Лидией Малыгиной, и только что мне пришел любопытный вопрос. Попробуйте сравнить коммуникативные стереотипы русских и французов. Вот что можно сказать, что отличает русских? Ну, во-первых, низкий самоконтроль, да, то есть у нас вообще, в принципе, даже потерять самоконтроль. Даже если не продают после 11. Даже с плохими партнерами после какого-то подписания договора, да, после того, как люди пошли в ресторан, у нас как-то это нормально, да, для наших иностранных гостей это может быть... Взять наши корпоративы, ну что же. Ну, конечно, да. В то же время, вот парадоксально, да, вы знаете, любовь делать замечания, да, то есть регламентировать поведение других людей, да, то есть у нас совершенно нормальным считается сделать замечания в общественном транспорте постороннему человеку, да. Более того, у нас нежелание вмешиваться, да, например, в чужие дела воспринимается как плохой знак. Ему ни до кого нет дела. Он занят только собой. Равнодушный. Равнодушный, да. А вот пожурить чужого ребенка, сказать, что бумажку не туда выкидал, да, или начать расспрашивать об очень интимных подробностях чужой личной жизни, это вообще любимое занятие, да. То есть нужно понимать, что, например, для наших гостей из Англии это вообще совершенно будет... Неприемлемо. Неприемлемо. И анекдоты, касающиеся секса, просто запрещенная тема, табуирована. Совершенно другое отношение даже на уровне юмора, то есть что может быть объектом шутки. И вообще темы, да, мы не боимся каких-то тем, которые для наших иностранных партнеров могут быть совершенно запретными. Скажите их эти темы, да. Да, политика, религия, интимные отношения, да, тот же самый. Общая семья как таковая, да. Вот. И потом нужно учитывать какие-то религиозные особенности. Например, в одном случае вопрос, как жена, как детишки, да, у нас будет восприниматься нормально, как какой-то вежливый такой оборот, да, желание установить какие-то отношения хорошие. Но, например, мусульманину задать вопрос, как твоя жена и как твои дочки поживают, да, это неуместно, это может его оскорбить. Потому что тема, связанная с личной жизнью и с женской половиной его дома, абсолютно эта тема закрыта для иностранцев. Ну, о чем тогда можно спросить? А что касается французов, да. Да, вернемся к французам. Итак, давайте сравним. Итак, русских отличает низкий уровень самоконтроля, как я сказала, категоричность. У нас все либо черное, либо белое. Эмоциональная живость, да, здесь только, может быть, испанцы и итальянцы нас превосходят. Общительность такая, конфликтность определенная. Да вы что. Да, да, да. Отсутствие табуированных тем, низкий уровень этикетного общения. То есть мы, конечно, всегда знаем эталон, да, мы прекрасно знаем о том, что нужно и здороваться, и прощаться, и руку подавать, и так далее. Но вот если мы массово посмотрим, не представителей такой элитарной культуры, да, то многие, конечно, не церемонятся. Коллективизм, да, определенный. Французов отличает высокий уровень самоконтроля, да, высокий. Некатегоричность, в языке это будет тоже находить свое отражение, возможно, да, у нас, как будут говорить, абсолютно уверен, да, точно, да, эмоциональная сдержанность, толерантность определенная, да, закрытые темы, связанные с личной жизнью у французов, высокий уровень этикетного общения. То есть не нужно воспринимать это, знаете, на личный счет, как некоторые девушки наши делают, это может быть просто обычная вежливость, да, нужно делать на это скидку и не думать, что он... Столько разочарований, я столько девушек, он проявляет просто... Ведь французские фильмы не об этом. Да, и признание своеобразия каждой личности. Ух ты. Вот, это, давайте посмотрим, как это находит, какое отражение это находит, как это проявляется. Вот смотрите, у русских есть такая тенденция к преувеличению, например, мы скажем, ну, например, как дела, да, да, лучше всех, да, или я абсолютно счастлив, вот посмотрите, я абсолютно счастлив, да, или она исключительно одаренная девочка, как скажет француз, ну, купил себе халупу там на берегу моря, чувствуете, немножко преуменьшение, да, хотя это может быть шикарная вилла. Может быть, они боятся налоговой, тут непонятно, что... Не исключать нельзя. Посмотрите, посмотрите наши фразеологизмы, бежать во весь опор, кричать во все горло, стараться изо всех сил, да, хотя, конечно, кто-то начнет со мной спорить и скажет, ну, нет, это тоже индивидуально, вот я на вопрос, как дела, отвечаю, норм, или там... Окей. Окей, или... ну, ничего, например, да, ну, бывает, конечно, и такое, но вот я говорю о результатах опросов, которые я проводила. Вот, что еще? То есть французы более закрытые, сдержанные, чтобы понимали. Да, да. А кто к нам ближе, вот, Лидия? Сейчас же давайте с французами обязательно отвечу на этот вопрос, Роман, интересный вопрос, но мне хотелось бы показать. Вот у нас коллективизм, да, проявляется, о нем говорила тоже, просто здесь контраст хороший. Вот посмотрите, как мы спросим, например, когда речь идет о ребенке, о ребенке или о девушке, почему он такие грустные, почему мы такие грустные, хотя мы спрашиваем о конкретном человеке, да, или почему наши ручки холодные, почему наш носик красный, да, наш носик, вот, и французов, да, даже сравните речевые формулы русских и французских правителей, да, мы, Николай II, да, и государство это я, да, Людовик XIV, понимаете, государство это я, да, и мы, Николай II. Вот этот индивидуализм и вот этот коллективизм, который все-таки больше, конечно, восточным культурам свойственен, вот таким образом проявляется. Мы совсем скоро продолжим, друзья, у нас небольшая музыкальная пауза, Людмила Соколова уже рвется в наш эфир, замечательная композиция, которая называется «Я чувствую кожу», смотрим, слушаем и возвращаемся к нам. Друзья, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина во-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», и мы по-прежнему хотим во всеоружии встречать наших иностранных гостей во время чемпионата мира по футболу. Да, вот если к нам приедут китайские гости, не нужно удивляться, совершенно нормально для китайцев спросить женщину о ее возрасте. То есть нас это шокирует, наших гостей нет, это норма. У них статистика, они статистику собирают, или что? Нет, просто нет. И реакция нормальная, да? Понимаете, в связи с демографической политикой, поэтому нужно все узнать. В то же время бывают ляпы, бывают досадные ситуации, коммуникативные неудачи во время межкультурной коммуникации. Что делать нельзя, Лидия, подскажите. Я сейчас расскажу, какого плана бывают проблемы. Ну вот, например, чаще всего эти проблемы связаны, кстати говоря, просто с плохим знанием чужой культуры. Ну, невозможно знать все, да, но надо стремиться, конечно, расширять кругозор. Вот, например, в Китае суп подается уже в конце трапезы, да, он после основного блюда подает. Не первое блюдо, как у нас. Суп — это торт. И не зная, да, и не зная вот этой особенности, да, гость может попасть в просаг. То есть иностранец будет просто затягивать визиты, не понимать, что трапеза подошла к концу, и когда ему подали суп, с ним уже таким образом начали потихонечку так завершать общение, да. То есть можно попасть вот в такую неловкую ситуацию. Второй момент — этикетный спор в ресторане, кто оплатит счет. Это не случайная потасовка, да, вот это перекидывание, да, чека, я, нет, я, нет. Это обязательно нужно сделать, таким образом демонстрируется уважение к гостю, да, то есть это делается... А в итоге оплатить мы должны? Надо и настаивать, вот тут как бы... Надо настаивать обязательно и быть готовым к тому, что тоже вот этот вот спор будет... Он достаточно демонстративно обычно происходит, это тоже нас может ввести в какое-то заблуждение. Хорошо. Что еще может быть? Я, знаете, была тоже свидетелем ситуации, когда американец попал в просаг во время обеда с японцами. Японская семья его пригласила, и в конце он совершил такую культурологическую ошибку. Он стал благодарить, да, он стал благодарить. Вот, но в Японии в этой ситуации используется не форма благодарности, а форма извинения. Вот видите, какое различие, да? За что? Ну, вот нужно извиняться, что вот мы благодарим, да, и для нас норма. Вот видите, вы даже удивились, а за что извиняться? Ну, может быть, он себя ввел, правда, неподобающим образом? Нет, 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 нужно вот извините, что я вот... А может быть, время потратил вашу на себя? Да, потратил время, я даже думал. Жен вы готовили, силы потратили и так далее. То есть вот как-то это для нас совершенно непривычно, и мы даже начнем думать вообще, за что извиняться. Нам даже, скорее всего, в голову тоже не придет. И русский скажет, да ладно, брат, не переживай. Да, в то же время нас, например, шокирует такая особенность японцев, начинать любое письмо, причем даже деловое письмо, с упоминания какого-то факта, связанного с погодой, с природными условиями. И моя коллега, которая жила в Японии, все время советовала со своим соседом, показывала письма, потому что он говорил, почему ты пишешь, что сакура цветет? Она уже отцвела два дня назад, уже камыш цветет, условно говоря. Она говорит, боже мой, камыш, сакура, то есть, оказывается, настолько важны вот эти вот нюансы. Потом она уехала в Россию, вздохнула облегченно, и каждое письмо начинает, у нас снег. Понимаете? То есть, тоже вроде как о природе, о погоде, но без вот такой вот детализации. То есть, нас это удивляет, для них это норма. Но, на самом деле, даже и президент не застрахован иногда от того, чтобы оказаться в неловкой ситуации. И очень многие западноевропейские издания обратили внимание, когда был еще в 2005 году инакурация Буша, да? И вдруг Джордж Буш делает жест, который для норвежцев вообще ассоциируется с дьяволом, да? Указательный палец и мизинец поднимать. Для них это такая бестактность. Они потом неделю обсуждали вообще, как президент мог такой жест. Им нельзя на рок-фестиваль нашествия приезжать в нашей стране. Ну, по крайней мере, от главы государства, да, иностранного, они никак не ожидали. А он, наверное, не думал вообще о таких нюансах. Безусловно, ну, конечно, если другая культура. Конечно, да. Лидия, а с кем мы вот очень близки по культурам? Кого можно не особенно опасаться вот в этом плане? Кого мы поймем точно? Близки по духу. Ну, знаете, на самом деле, просто на одну и ту же проблему бывает совершенно разный взгляд. Вот, например, часто мы выражаем интимные чувства на людях. Целуемся, обнимаемся, да. Делаем комплименты открыто. Для просторечной культуры будет, вот, это очень распространено. Все-таки для представителей, ну, скажем, носителей... Для элиты. Носителей литературного языка в меньшей степени, да. Ну, вряд ли преподаватель будет обниматься, да. Ну, они цвета его друг друга читают, просто если хотят что-то сказать. Скажем так, представители англосаксонских стран скажут, что мы излишне проявляем вот эти нежные чувства в публичной обстановке. А итальянцы и испанцы, наоборот, скажут, да вы холодные, да вы как-то редко обнимаетесь, целуетесь редко. И чувства не проявляете. Да, и чувства вы вообще как-то, да, совершенно в этом плане. Но что фиксируют все? И я считаю, что нам обязательно нужно увидеть эту точку роста и взять на вооружение. А русские говорят, вы очень любите этикеты, вы часто об этом говорите, и вы знаете, как важно слушать, и как это ценится в культуре. И в то же время ни одна конференция научная, ни одно событие не проходит без включенного планшета и телефона. То есть вы не слушаете докладчика. Докладчик выступает, совершенно нормально демонстрировать полное равнодушие, встать, выйти, пойти, говорить по телефону. Это про нас-то говорят, да? Да, да, то есть это шокирует иностранцев. Надо говорить, что у нас в планшете просто диктофон, и мы все записываем. Нет, ну, вот мы даже не стесняемся во время выступления другого человека заниматься собственным выступлением, готовиться к собственному выступлению, или пойти по телефону поговорить. Момент выхода, когда говорит другой человек, для наших гостей может быть просто неожиданным. Давайте расти над собой, дорогие друзья, и ждать гостей из разных стран. Иностранцев, заморских. Спасибо вам огромное. Лидия Малыгина в гостях у страны ФМ, и мы ждем новых встреч. Спасибо большое. Всего самого доброго. Пишите ВКонтакте, я всегда отвечу на вопросы. Спасибо. До свидания.